МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тратят больше, чем зарабатывают. Дефицит региональных бюджетов увеличился по отношению к 2012 году почти в два раза, даже больше, чем в два раза. Премьер-министр страны провел совещание по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов. Наши на кинофестивале. Я сам танцевал в этом мюзикле 6 лет. Картина чувашского режиссера впервые в конкурсной программе. Но приехали на кинофестиваль и известные земляки. Кровавые реки, мясные берега. Вот, вон, видишь, вот труба, вот прям кровь течет полностью. Там даже кишки, все, печень, мечень, чего только палок помыли. Вот, смотри. Это не фрагмент из фильмов ужасов. Это реальная картина в одной из деревень Чебоксарского района. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регионы зависят от центра. Бюджетная деятельность во многих субъектах явно хромает. Как в таких обстоятельствах поправить состояние государственной казны, сегодня премьер-министр России обсудил с главами регионов. Ситуация не радует. Так обозначил Дмитрий Медведев в состоянии бюджетов субъектов страны. Тратят регионы по-прежнему больше, чем зарабатывают. Причем разрыв между доходами и расходами растет. В 2013 году доходы консолидированных бюджетов субъектов страны составили чуть более 8 триллионов рублей. А вернее говоря, 8 триллионов 160 миллиардов. Расходы достигли 8 триллионов 800 миллиардов. Таким образом, дефицит региональных бюджетов увеличился по отношению к 2012 году почти в два раза. Даже больше, чем в два раза, на сумму 650 почти миллиардов рублей. Соответственно, растет госдолг Чуваша. В своего рода черный список субъектов с наивысшим уровнем долговой нагрузки не попало. Как, впрочем, и в число с самым низким уровнем. По итогам 2013 года наша республика задолжала более 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Это 36-е место в рейтинге. Самый большой долг у наших соседей республики Мордовия. Очевидно, что многие регионы по-прежнему сильно зависят от финансовой помощи федерального центра. Недостаточно активно решаются задачи улучшения инвестиционного потенциала, укрепления собственного налогового потенциала. Сохраняются и неэффективные бюджетные расходы. После того, как премьер-министр обозначил причины, министр финансов страны сосредоточился на вопросе «что делать». Среди предложений проанализировать льготы, которые действуют на федеральном уровне, и вести мораторий на новые льготы, которые касаются субъектов страны. Налог на имущество с физических лиц брать, исходя из кадастровой стоимости этого самого имущества. Аналоговиков заставить отчитываться о поступлении НДФЛ ежеквартально, а не ежегодно. Кстати, для некоторых из предложенных мер уже готовится законодательная основа. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Одна из самых обсуждаемых новостей. Чувашия вошла в двадцатку лидеров рейтинга эффективности работы властей, составленного правительством России по итогам 2013 года. Какие критерии использовались для оценки и как они влияют на нашу жизнь, пояснили в Минэкономразвитии Республики. В структуре рейтинга половина показателей характеризует развитие экономики. 30% – в социальной сфере. Оставшаяся часть – результаты опросов населения. В числе индикаторов развития экономики субъекта применяются показатели, которые характеризуют объем частных инвестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, оборот малого бизнеса, реальные располагаемые денежные доходы граждан и жилищное строительство. Также показатели сформированы в так называемый социальный блок. Это такие критерии, которые отражают ожидаемую продолжительность жизни населения, численность и естественную смертность населения, уровень безработицы, профилактику детского сиротства, устройство детей-сирот в семье, качество общества образования, которое определяется успеваемостью выпускников при сдаче единого государственного экзамена. Председатель общественной организации социологов республики Дмитрий Борцов отметил, эффективность деятельности властей по различным направлениям мониторируют несколько организаций, в том числе и социус. В прошлом году, в частности, был предпринят ряд исследований. Мы в прошлом году проводили большой опрос по оценке уровня удовлетворенности качества муниципальных услуг, проводили опрос по уровню доверия к главе Чувасской республики. И наши, в принципе, не показатели, а положительные динамики совпадают с данными Федеральной службы охраны. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в столицу Чувашии прибыл президент Чебоксарского международного кинофестиваля, кинорежиссер, народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Каран Шахназаров. А в полдень он дал пресс-конференцию. На встречу журналистами были затронуты вопросы, касающиеся юбилея киноконцерна, программы кинофестиваля, а также планов режиссера. Чем больше будет кинофестивалей, подобных Чебоксарскому, тем лучше. Такие формы дают стимул развитию кино в России, считает генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Сейчас в стране снимается около 80 кинокартин. Для России это мало. Во Франции производят 400 фильмов. У нас сейчас больше развивается индустрия телесериалов. Надо правде в глаза смотреть. Российский кинематограф довольно слабый сегодня. Не с точки зрения художества, а с точки зрения художественной есть достойные картины. Но я имею в виду, что кинематограф – это индустрия. Когда 70 картин снимается для нашей страны, а наша страна на самом деле большая страна. Действительно большая, с большим населением. Это, конечно, очень мало. А телевидение, наоборот, развивается очень бурно. Слабо развивается сейчас киноиндустрия и в регионах страны. В СССР было 20 студий, в РСФСР – 4. В современной России киностудии тоже на стадии выживания. И многое зависит от руководства регионов, которые поддерживают национальный кинематограф и проводят подобные кинофестивали. «Самое главное для фестиваля – это, прежде всего, наличие зрителя. Каким он должен быть, это, строго говоря, мы не можем… Он такой, как есть, и, как сказать, если фестиваль получает внимание зритель, в конечном счете и зритель начинает воспитываться, естественно. Но прежде всего, если зритель есть, то это, я считаю, это успех фестиваля. И то, что я знаю, что в Чебоксарах публика ходит, любит фестиваль, мне кажется, что это самое главное. В этом году исполняется 90 лет киноконцерну «Мосфильм». Это старейшая киностудия страны. По всей России уже проходят праздничные акции и кинопоказы. На Чебоксарском международном кинофестивале организована специальная программа «Мосфильму 90 лет». Ежедневно в различных кинотеатрах проходят специальные показы о шедеврах киностудии. Зрители еще успеют посмотреть «Мы из джаза», «Сказку о царе Салтане», «Зимний вечер в Гаграх», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие шедевры «Мосфильма». С программой можно познакомиться на сайте кинофестиваля. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Антон Вовк, «Республика». Сегодня же Карен Шахназаров встретился с головой Чуваши и Михаилом Игнатьевым. Президент кинофестиваля в Чебоксарах не был уже пять лет. В прошлые годы ему не удавалось посетить город из-за важных командировок. Сейчас директор «Мосфильма» отмечает, что уровень фестиваля заметно вырос. Подробности в следующем материале. Вроде бы и прошло пять лет, а Чебоксара уже не узнать. Зайдя в рабочий кабинет главы республики, Карен Шахназаров рассказал, что по дороге сюда, из окна автомобиля, он успел рассмотреть новое здание и идеальную чистоту на улицах. Нынешний визит директора «Мосфильма» особенный. Правда, график расписан по минутам. Но больше всего на этой встрече говорили о сегодняшнем имениннике Глебе Панфилове. Поздравления ему поступают весь день. Правда, найти его точный адрес некоторым не удается. И поэтому письма направляют даже на почтовый ящик Дома правительства. Оказывается, ищут его вообще в Москве и нашли. И сказали, что он у нас. Сегодня потом мы на вечере, соответственно, поздравим его с днем рождения. Я думаю, наверное, Владимир Владимирович пришлет. Я думаю, не знаю, только найдут они. Из Чувашии Карен Шахназаров привезет отличный подарок. Михаил Игнатьев вручил режиссеру национальную рубашку ручной работы. Другой почетный гость кинофестиваля выкроил время. Чтобы прогуляться по городу. Александр Панкратов-Черный приехал в Чебоксары вместе с супругой. Меньше чем за час они успели оценить все достопримечательности чувашской столицы. Хотя прекрасно помнят актеры и как выглядели Чебоксары в 90-е годы. За это время город преобразился до неузнаваемости. Сейчас с Чебоксарами не сравнится даже Самара, заметил актер. Я первое свое студенчество провел в Нижнем Новгороде, тоже на Волге. Там тоже красивая набережная, лестница. Там даже все, я помню, нижегородцы говорят, надо съездить в Одессу и посчитать, сколько на Нахимовской лестнице ступенек, сколько у нас. Но здесь очень красивая набережная, просто замечательно. Была бы возможность, он снял бы и фильм о Чебоксарах. Идея родилась во время экскурсии. Актер говорит, что именно здесь получится создать картину про красивую историю любви Нарспи Сетнера. Это будет неплохой ответ фильмам о Ромео и Джульетте. Это дорогая идея, вы представьте. Хотя я уверен, например, с национальными костюмами проблем не будет. Потому что я походил по этой маленькой ярмарке, посмотрел, не забывайте, вот смотрите, причем авторские работы. Вот Удалова Раиса Васильевна, мастер народных промыслов. То есть вот это, вот она. Ой, спасибо, миленькая моя, спасибо. Признался Александр Панкратов, что именно здесь, в Чебоксарах, он увидел немало интересных памятников. Но больше всего ему запомнилось обилие спортивных тренажеров в городе. Но чем же это не Европа, постаргался актер. Надежда Яковлева, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Впервые в конкурсной программе Чебоксарского кинофестиваля принимает участие и картина чувашского режиссера. Выпускник Института культуры Андрей Васильев экранизировал известную постановку «Нарспи». Чтобы зрители открыли мюзикл с новой стороны, съемочная группа прорабатывала малейшие движения артистов. Им не раз приходилось собираться в полном составе. Работа продолжалась несколько месяцев. Съемки проходили при содействии национальной телерадиокомпании. Отметились на кинофестивале и уроженцы республики, которые сейчас снимаются в большом кино. К примеру, Павел Поляков представил картину своего учителя, режиссера Алексея Германа Старшего. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Сейчас Павел Поляков чаще снимается в многосерийных фильмах. Скоро на одном из федеральных телеканалов состоится премьера очередной части известного проекта «Литейный». Правда, в этой картине он сыграл только в эпизодах. А вообще, сын известных артистов Чувашии пошел по стопам родителей. Он служит в Санкт-Петербургском театре. На родину старается приезжать часто, но впервые ему довелось стать участником Чебоксарского кинофестиваля. Приезжать безумно приятно. Спасибо организаторам кинофестиваля за, собственно, кинофестиваль. Но его кинокарьера началась с небольшой роли в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». Тогда Павел учился у великого режиссера. К съемкам этой картины создатели приступили 14 лет назад. Но премьера состоялась только на прошлогоднем кинофестивале в Риме. Награду вместо погибшего отца получил его сын. Сейчас эту ленту обсуждают все. Некоторые критики говорят, что просмотреть фильм от начальных титров до конечных может далеко не каждый человек. Но немногие знают, каково это было работать с Алексеем Германом Старшим. Павел вспоминает, что перед съемками артисты неделями репетировали каждый эпизод. Но в уже смонтированной версии много отснятого материала осталось за кадром. То, что осталось после монтажа в кадре, это, я не знаю, еще примерно столько же времени, сколько зрители должны гуляться вчера. То есть часов 5-6. Что там осталось после монтажа, я узнал. Знаешь, что ходят три версии всего по стране этого фильма? А молодой режиссер из Чувашии Андрей Васильев на рассвете своей карьеры уже успел презентовать на больших экранах собственную картину. Его фильм «Нарспи» сейчас борется за призы Чебоксарского кинофестиваля. Эта работа – своеобразный эксперимент, видеоиллюстрация знаменитого мюзикла. Причем съемки проходили не в павильонах, а прямо на сцене Чувашской филармонии. В таких условиях, говорит Андрей, работать невероятно сложно. Это рамки 4 на 12 метров. В это все нужно уместить эмоции актеров. Там ничего не помогает. Ни деревья, ни трава, ни дождь. Ну, во второй главе фильма все-таки я использовал эффект. Там есть снег в одной сцене, когда Нарспи убегает в лес после того, как она отравляет тахтамана. Декорации на съемочной площадке заменял грамотно выставленный свет. Но успех киномюзикла зависел не только от этого. Режиссер пытался обыграть каждый эпизод, делая ставку на то, что обычные залы в театральной постановке рассмотреть просто невозможно. Эмоции артистов старались снимать только крупными планами. Для него было важно показать глаза людей, которые могут рассказать о многом. Вообще Андрей уже давно задумал перенести популярный мюзикл на экраны. И кухню этой постановки он знал изнутри. Я сам танцевал в этом мюзикле 6 лет. Я изначально, как был поставлен мюзикл, я танцевал в балете. И почему еще меня выбрали в качестве режиссера этого фильма? Потому что я знал все сцены наизусть. Насколько удачным оказался кинодебют молодого режиссера, станет известно только на церемонии закрытия. Хотя, говорит Андрей, о его картине чебоксарцы уже отзываются неплохо. И это тоже он называет своей победой. Медрик Валев, Евгений Анисимов и Антон Вовк. Республика. К другим новостям. Их речка стала красной от крови. Жители одной из деревень Чебоксарского района с 2012 года бьют тревогу, пишут в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. Однако ничего не меняется. В кровавой речке сдохла рыба, люди здесь больше не купаются. Подробности в нашем следующем сюжете. Кровавые реки, мясные берега. И это не фрагмент из фильма ужасов. Это реальная картина в одной из деревень Чебоксарского района. У меня внучка говорит, бабуля, это что? Краску бочки вылили красной. А это кровь. Как я могу ребенку шестилетнему объяснить, что это кровь, Ксюша? По словам жителей деревни Сермопоси, с 2012 года в их речку регулярно сливается кровь. Население обвиняет в этом руководство предприятие «Сельский дворик», которое занимается забоем скота. А вы уверены, что это запись наша? Ну, это же речка. Ну, это же речка, это же речка. Знаете, сколько это было? Когда это было? Когда это было? Может быть и было. Я не могу сказать. Но на сегодняшний день мы же не видим никаких последствий. Никаких последствий на сегодняшний день нет. В день приезда нашей съемочной группы действительно следов крови уже не осталось. Место, где из трубы обычно вытекала красная жидкость, вдруг оказалось завалено ветками и мусором. Источник крови. Вот здесь все текло. Тут можно даже знать, что внутренне стимы. Всякие печень, мечень, все тут лежало. У меня это все есть, заснято. Ну, а чистой воды вот такого безобразия... Ну, это вчера просто, я так понимаю, что вчера их уже снимали. За один день вчера. Вот, все. И все, видите, они тут все закрыли. За день до этого тема загрязнения речки поднималась на совещание главы республики. В пятницу ко мне обратились жители села Сирмопоси Чебоксарского района. Сколько, говорит, не обращались. Мы и прокуратуру, и предоставительную прокуратуру обращались. Говорит, действия бесполезные. Они приезжают из прокуратуры, из предохранительной прокуратуры, говорят, ничего не можем делать, потому что прикрывают высокопоставленные чиновники межрегиональной прокуратуры Волжской предохранительной прокуратуры. После этого совещания осмотреть Сирмопосинскую речку съехались и представители Роспотребнадзора и ветеринарной службы. Однако последние категорически отказались от интервью и старательно избегали камеры. А вот как прокомментировал ситуацию специалист Роспотребнадзора. В Новоочебоксарском территориальном сдали анализы, но анализы там было превышение. Но после этого они как бы прекратили сброс. И сейчас по документам говорят, что вывозят через спецавтохозяйство, все стоки вывозят. Жители деревни в это не верят и предъявляют доказательства. Вот, вон, видишь, вот труба, вот прям кровь течет полностью. Там даже кишки, все, печень, мечень, чего только палок помнят. Вот, смотри. Поймешь теперь ты меня или нет? А, да, да. А какой, конечно, нельзя? Именно нельзя. Ну, там аварийное что-нибудь переполнилось, наверное, куда пошло? Аварийное? Два года? А каждый день текло? Да. С октября месяца того года, я не знаю, я каждый день приходил. Я неделю два раза приходил. Она всегда текла. Сирмопосинцы надеются, что на этот раз проблема с загрязнением их речки будет решена. И здесь снова станут разводить рыбу и купаться. Мы будем следить за развитием событий. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Чувашские полицейские накрыли в Чебоксарах очередной дезаморфиновый притон. На этот раз в ее организации подозревается 59-летняя горожанка. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. Хозяйка квартиры в доме по проспекту 9-й пятилетки попала в поле зрения оперативников Межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики в апреле нынешнего года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские сдержали нескольких наркоманов, посещавших данную квартиру с целью изготовления и употребления дезаморфина. В ходе работы было установлено и задержано трое потребителей. В дальнейшем они были привлечены к административной ответственности. И в отношении организатора притона было возбуждено новое дело. В ходе обыска в притоне было обнаружено 13 шприцов, емкость с жидкостью желтого цвета, другие ингредиенты, необходимые для изготовления так называемого крокодила – наркотика синтетического происхождения. А в шприце что? Шприце? Дезаморфина. То есть наркотическое средство – дезаморфин, правильно? Вы давно употребляете наркотики? С какого года? Ну сколько лет уже? 5, 6… В 2008 году употребляете дезаморфин, да? Хозяйке квартиры за организацию притона грозит до трех лет лишения свободы. Свою вину она признает. Помочь полиции в борьбе с этим злом могут и граждане. Если вам известно о лицах, предоставляющих свое жилье для изготовления или употребления наркотиков, необходимо сообщить об этом по телефону доверия 24 16 55. Сегодня пришла печальная новость. На 59-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской республики, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Юрий Николаев. Юрий Михайлович внес большой вклад в развитие спорта Чувашии. Был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. Окончил историко-филологический факультет Чувашского государственного университета. В 2001-2002 возглавлял комитет печати и информации. Много лет проработал в главном спортивном ведомстве республики. Сначала начальником отдела туризма и санитарно-курортного дела, затем заместителем министра. В 2008-2011 годах работал в должности главы администрации Цивильского района, а в последнее время возглавлял Чебоксарский химико-механический техникум. В художественном музее открылась юбилейная выставка заслуженного художника Чувашской республики Петра Пупина. Выбрав скульптуру своим основным делом, он подходит к ней творчески, создавая каждый раз неповторимое произведение искусства. Без прошлого нет будущего. Так называется выставка скульптур, ставшая итогом многолетнего труда мастера. Самые яркие работы разных времен объединены в единую экспозицию. Сестра Галина специально приехала из Новосибирска, чтобы быть рядом с братом в очень важный для него день. Особенно меня радует центральная композиция, которая называется «Мать и дитя». В моем понятии это рождение новой жизни, рождение нового человека, очень светлое, очень много любви в этой композиции, радости. И вот именно какой-то божественный свет на лице женщины. И сама по себе композиция очень такая легкая и изобилует любовью. Фигурки людей, мифологические персонажи, бюсты знаменитостей. Петру Пупину любят заказывать скульптурные работы, зная его легкую руку и стремление к изящности форм. В своей экспозиции художник умело передает национальные черты характера чувашского народа и даже фрагментами его культурной традиции. Петр Попин сумел в этих каменных, металлических, деревянных и прочих материалах изобразить душу, что самое сложное. А душа несет в себе всю прошлую память, многотысячелетнюю память чувашского народа. И без этой памяти действительно невозможно его будущее. И именно эта память, она позволяет нам верить и надеяться в то, что мы сумеем сохранить культуру нашего народа и передать ее своим детям, своим потомкам. Юбилейная выставка пройдет, а работы скульптора останутся на века. Истинные шедевры не подвластны времени. Надежда Яковлева, Екатерина Кудряшова, Александр Петров, Республика. Своевременно не постелили соломку, подписав тот или иной договор. Вовремя не зарегистрировали права на землю, арендные отношения. Типичные ошибки предпринимателей и возможные последствия обсудили сегодня в Республиканском бизнес-инкубаторе. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Для стабильности коммерческого эффекта нужно учитывать юридическую сторону вопроса. Наступило время предпринимателей-профессионалов. Начал свое выступление уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов. Он поделился правовыми рецептами для успешного продвижения бизнеса. Задача руководителя, не только руководителя, а собственника бизнеса понемногу разбираться во всех вопросах. К сожалению или к счастью это так. То есть основную концепцию надо знать обязательно по всем направлениям для того, чтобы быть успешным. Вся система, если даже состоит из очень сильных частей, то она слаба той самой слабой частью, которая есть в этой системе. После обсуждения актуальных, наболевших вопросов предпринимателей, сотрудник рецептанского бизнес-инкубатора Александр Сергеев рассказал о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Многие эту информацию взяли на заметку. Я представляю организацию региональный визовый центр. Мы являемся начинающими предпринимателями. Занимаемся оформлением виз в различные страны. У нас, как у начинающих предпринимателей, достаточно много проблем. О всех я не буду говорить. Но мы их преодолеваем потихонечку. Главное желание работать. Словами господина Ермолаева, группа «Контур», он сказал, в свое время, благодаря предпринимателям, которые ездили в Турцию, в страны Восточной Европы, возили какие-то товары, привозили отсюда, и состоялся такой человек, как я. Не было бы их, не было бы и меня как предпринимателя. И вот хочется тоже присоединиться и поздравить всех предпринимателей. Малый бизнес, спасибо, что вы есть, что вы социально ориентированы, платите налоги. Спасибо бизнес-инкубатору, который помогает. Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова